К вопросам тогда. Да, давай к вопросам. Пишут, что в городе за год очень сильно вырос уровень пьянства, стали пить каждую неделю люди, которые раньше только по праздникам пили. Как будете решать эту проблему? Да, людям нужна мотивация, нужны какие-то стимулы, тогда они и пить не будут, или, ну, будут меньшее количество людей пить. Мы видели, что те люди, которые уезжают из России, их берут родственники какие-то, ну, совсем горьких пьяниц, увозят в Германию, в Испанию, там, ну, чтобы они были, да, пусть там пьют. Но в основном они все бросили пить, там что-то никто не пьет. Все устроились работать, работают, что-то какие-то дела делают. Поэтому я думаю, что если будет стимул, если будут люди видеть, что в стране что-то развивается, а не деградирует, то будет все нормально. Пишет человек, что смотрит наш канал с начала его вещания, у него есть много вопросов, но задать эти вопросы нет никакой возможности. Ну, как же нет? Вот я сейчас ваш вопрос, ну, не вопрос, а реплику прочитал. Если вы тоже так же зададите свой вопрос, то я постараюсь его найти и прочитать. Спрашивают, практично ли использовать метательные ножи, сюрикены, луки, рогатки, арматуру и так далее? Ну, не знаю, я никогда не был специалистом по метанию ножей или там сюрикенов и так далее. Я думаю, что практичнее. И вот в данном случае я всегда вспоминаю Индиану Джонс по поводу ковчега, да, как там? Пропавшего ковчега. Да, 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 да. Ковчега там, помнишь, выходит мужик какой-то, который какими-то саблями кривыми крутит, вертит, достает револьвер, бубу. Все, мужика нет. Представляешь, сколько лет тут тренировался с железками, тут шлепай все, и нет мужика. Ну, тут как раз про это пишут, что с огнестрельным оружием проблема, поэтому что порекомендуете все дела. Ну, как что рекомендуем? Достать огнестрельное оружие, не будет проблем. Так, что еще, какие вопросы? Не очень понимаю вопросы, но все же зачитаю. Возможно ли декоммунизация? Да, ну, какая декоммунизация? Если они имеют в виду, что нужно повалить все памятники и переназвать по-другому улицы, то памятников много снесли, улицы переназвали, и надо понять, что люди, которые живут, они как-то могут сами проголосовать. Вот в том городе нужным тот или иной памятник, нужна ли тайна или иная улица. Просто так у нас всегда получается, что какая-то власть приходит, что-то делает, потом приходит следующий, это отменяет, делает что-то свое, а у народа ни разу не спросили. То есть дедушку Ленина ставят без спроса народа, дедушку Ленина без спроса народа валят и так далее. Хоть раз спросите, нужен им дедушка Ленин или не нужен. Может, он как воздух нужен, вот в конкретном месте, в каком-нибудь Пырловке, в какой-нибудь стоять дедушка Ленина, они без нее там куры нестись не будут. Ну, что делать тогда? И аналогичный вопрос по поводу реабилитации царского промежутка. То есть было очень много уничтоженных памятников, ну, и зданий царской эпохи, таких культовых зданий, скажем так, в советское время. А вот после падения Советского Союза, ну, согласитесь, очень мало что было восстановлено. Ну, и сейчас, следовательно, тоже не сильно много чего восстанавливают. Как думаете, вот после 5-го, 11-го, 17-го памятники царям вернем? Ну, мы, по крайней мере, по поводу памятников, историк культурного наследия, памятников архитектуры и так далее, мы проведем работу. Во-первых, мы их все зафиксируем. Сейчас до сих пор кадастры этого памятников нет по России. Почему они их совершенно спокойно уничтожают? Мы, по крайней мере, поймем, да, что у нас являются памятниками, а что не являются. Да, и то, что являются памятниками, ну, наверное, не будем трогать, что-то будем восстанавливать. Но ты тут, опять же, знаешь, вот мне очень нравится пример нашей улицы Вознесенской. Не видел? Никогда там висит огромная табличка. Эта улица названа в честь трижды героя Советского Союза Покрышкина и сверху Вознесенская. Ну, это маразм. То есть была улица Покрышкина. А до революции там, когда это была улица Вознесенская. Ну, вот ее переименовали в улицу Вознесенская. А табличку оставили. Потому что не могут же оторвать табличку, посвященную трижды герою Покрышкина. Это вот маразм. Такой маразм, конечно, нужно исключать. Да, это очень странная декоммунизация. Да. Спрашивают, как будете бороться с палочной системой? Пишут, мне цари не нужны, мне тоже не нужны цари. С палочной системой как будем бороться? Элементарно уничтожим палочную систему. Не должно быть палочной системой. Это однозначно. То есть, если раздаются задания, сколько нужно поймать тех-то, таких пьяных, сраных и так далее. Сколько нужно посадить за то, посадить за это. То это большая глупость. Мы будем очень внимательно смотреть за действиями всего чиновничного аппарата, в том числе и полиции. И население будет внимательно смотреть, потому что, во-первых, будет закон о правде, во-вторых, будет полная информированность. И, конечно, нельзя будет делать те вещи, которые сейчас можно. Почему? Что дает палочная система? Ну, то, что вот эта же палочная система идет сверху, грубо говоря, на отдел. Дали вот разнарядку то-то, то-то, то-то. Надо столько сделать. Кто-то занимается тем, что палки рисует бездумно совершенно, а кто-то своими делами. Вот мы видели, что было в наркоконтроле, пока не разогнали. То есть, одна часть сотрудников занималась тем, что совершали преступления, реальные преступления, связанные с торговлей наркотиками. Никто этого даже и не скрывал, когда их там ловили случайно уснувшими в машине с полным багажником, там, 300 килограмм наркоты, да, которые они там случайно от кого-то получили, что-то какая-то хрень. То есть, одни занимаются тупо распространением наркотиков, а другие палками, которые хватают первого попавшегося пустушка и вруливают ему коноплю, говорят, твоя, все, иди в суд, мы тебя сейчас будем сажать. Вот что такое палочная система. Передаем привет нашему соратнику Виктору из Северодвинска. Приняли ваше сообщение, посмотрели, спасибо, я думаю, обсудим завтра. Спрашивают, как будет насчет документов. Какие документы? Ну, паспорт и так далее. Будет ли упрощена бюрократия в сфере получения, смены? Прописки, конечно, не будет и регистрации, потому что регистрация это и есть прописка. Паспорта на первом этапе, безусловно, мы будем вводить, но эти паспорта мы будем менять. Это однозначно. То есть тот, кто был гражданином РФ и Путинской, не обязательно станет гражданином России. Может так случиться, что он и не станет гражданином России. Как будете договариваться с тем поколением украинцев, чьи отцы погибли на войне с Путинской Россией? Ну, мы будем договариваться о будущем, понимаешь, а не о прошлом. То есть будем подходить к тому, что что случилось, то случилось. Мы всячески пытались это предотвратить всеми своими силами. Сил не хватило. Ну и наша власть, это будет как бы закономерное продолжение того, что мы пытаемся защитить украинский народ. То есть смена здесь режима, это в том числе и попытка защитить украинский народ. И русский народ, потому что если мы говорим... Я имею в виду, когда украинский народ, для меня они все русские, понимаешь, у меня свое представление. Я имею в виду тех, кто живет на Украине. Я понимаю, я в том смысле, что когда вот пишут, что как вы будете там оправдываться за то, что украинцы умирали в борьбе с Путиным, а разве мы не умираем в борьбе с Путиным? Нет, я понимаю, такой вопрос, например, к сторонникам Путина. Как вы будете оправдываться, вот там наши солдаты умирают в борьбе с вашим Путиным? Так вопросов нет, у нас так же люди сидят в тюрьмах, умирают в тюрьмах за борьбу с Путиным. И не только в тюрьмах. И не только в тюрьмах, у нас каждый день вот дети, которые падают, эти дети, которые тонут, они это разве не от борьбы с Путиным? Как бы это парадоксально, может быть, для кого-то не звучало. Стреки, которые умирают от пенсии в 5000 рублей, они не от борьбы с Путиным? То место, которое освободилось, я теперь буду его занимать, это место Бори Немцова. Который тоже погиб в борьбе с Путиным, который просто убили. И таких случаев-то очень много. Как вы относитесь к масонам? Да никак не отношусь. Я воспринимаю, что это есть как к факту, к тому, как Остап Бендер говорил, Бог, нет, это медицинский факт. Вот масоны есть, это, если перефразировать Остапа Бендера, это медицинский факт. И к этому нужно относиться с, я не знаю, как к чему. Я не знаю, насколько они опасны, я не знаю, насколько они не опасны и так далее. Я знаю, что они есть, я знаю, что у них есть определенная идеология, что в Америке 5 миллионов масонов официально, что есть в России масоны, что там всякие ложи масонские были причастны, как говорят, к убийству Альдамора, к похищению убийства Альдамора, к убийству Улафа Пальмы и так далее. Поэтому, в общем-то, они есть и нужно иметь в виду, что это определенная сила. Это определенная сила и с ней либо надо считаться, либо ей противостоять и так далее. Но не брать их во внимание, конечно, нельзя. Я недавно пошутил, что скоро создам общество защиты масонов по одной простой причине. Хотя, я думаю, масоны не нуждаются в моей защите, но тем не менее, вот у нас есть такая категория людей, которые говорят, что там кто, если не Путин, конечно, Путин не лучший, но без него будет еще хуже. А вот есть группа людей, она в последнее время почему-то очень популярная, такое мнение, что сражаться бессмысленно, все делать бессмысленно, есть теневое правительство, все решено без нас. Мальцев – это тоже масон, а если не масон, то его убьют масоны. Это да, на службе у теневого правительства. Да, 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 то есть вот эта позиция, что все решено за нас и смысла ничего делать нет, потому что везде масоны, рептилоиды, анунаки. Вот это слово, которое никто из нас не выговаривает. Ну, как-то это, наверное, тоже не совсем правильная, мягко говоря, позиция. Ну, да. Спрашивают, почему мы не критикуем США и Гуантанамо. Ой, столько народу, кто это критикует. Мы, кстати, частенько критикуем позицию по Гуантанаме и, в общем-то, высказывали мнение, что Бараку Обаме до его прекращения полномочий как президенту необходимо, конечно, принять все меры, чтобы передать. И он Гуантанаму Кубе, и он, я думаю, и стремился это сделать, но, видишь, вот поставили палки в колеса, получится у него сейчас, не знаю, навряд ли. Но вообще у него большое желание было это сделать, и мы это приветствовали. Будут ли пошлиные на товары из-за рубежа? Ну, если мы остаемся в этом, господи, так редко стали про него говорить, про торговый этот, как он? Торговый экономический союз? Не, 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 торговый экономический, господи, что я даже забыл, как он называется, все, мы все 2000-е, начало 2000-х годов ознаменовалось по ВТО, попыткой вступления в ВТО, вот, а потом, когда вступили, забыли вообще, что такое ВТО и что. Конечно, если государство находится в ВТО, ну, наверное, эти пошлины в соответствии с договорами, которые, ну, там, подписаны в ВТО, да? Ну, то есть, такой разводки, конечно, делать мы не будем, что, там, эти нельзя пошлины взымать за машины, но можно взымать утилизационный сбор. Это от великой жадности, да, вот, ВТО все пишут. Спрашивают, как мировая общественность отнесется к пятому-одиннадцатому, по-вашему мнению? Да мне вообще, честно говоря, безразлично. Я думаю, что Украина хорошо отнесется, Беларусь тоже, думаю, неплохо, Прибалтика нормально отнесется. Остальные, я думаю, ну, если говорить об общественности, то общественность везде хорошо отнесется. А если о каких-то мировых силах, да, то я не думаю, что они хорошо отнесутся. Я не думаю, что сильно обрадуются, там, где-то, в тех же Соединенных Штатах. Сейчас у них все понятно, все четко, все нормально, там есть вовод, там, они знают, с кем договариваться. А здесь у них будет такая ситуация, которую они не любят. Пишут, мы все в полный ВТО. Да, это точно. Говорят, что идут делать татуху, пожелайте удачи, удачи. Удачи, да. А что, может пойти не так? Всякое бывает. Что там еще, какие вопросы? Ну, вот пишут, Мальцев, ты думаешь, что придешь к власти, и русские начнут работать, как немцы. Они будут открывать свой бизнес, не пить и не курить, если ты так думаешь, что ты дурак. Да, ну, давайте возьмем другую страну, где не работают, как немцы. Ну, Испанию, например, где люди вообще работают с трудом, потому что у них полдня с 12 до 6 у них сиеста, да, вечером у них какая-нибудь фиеста, день города, еще что-нибудь, коррида. С утра чуть-чуть они выходят на работу, да, где пожарными работают только русские и украинцы, потому что, ну, они не спят с 12 до 6 вечера. И вот, и тем не менее, если посмотреть, так скажем, ситуацию в Испании, по всем показателям, она, конечно, ну, намного, в том числе и производительность труда, да, намного превышает показатели в России. Можно более близкую славянскую страну взять, например, Польшу. Да, да, Польшу можно взять, где сейчас живут, как в Германии, даже отличить сложно. Можно взять страны бывшего Советского Союза, например, Литву, Ладу. Ну, в Литве всегда хорошо работали, там люди пахали. Да, ну... Не так давно мы прям в цифрах, прям вчера, что ли, мы в цифрах говорили о том, что даже если вот мы сейчас все сядем на пятую точку, будем курить бамбук и пускать эти кольца в облака, дымные кольца в облака, но при этом... Будут воровать на виланчеле, все равно всем хватит. Да, только за счет продажи сырьевых всех наших ресурсов, да. То есть в том числе и нефти, а вообще, если говорить еще и про полезные ископаемые, то и на большой запас бамбука нам всем хватит. Спрашивают, что будет после 5.11 правозащитной системы, ничего не будет, останется правозащитной. В любом случае защитники, адвокаты будут нужны, мы же не можем отменить суд, мы же не можем отменить тяжбы, скажем, так будет хорошо, что никакого гражданского субпроизводства не надо, поэтому адвокаты нужны. Так будет хорошо, что никто никого убивать не будет, поэтому и защитники никому не нужны. Нет, ну вот, конечно, адской ситуации, я думаю, не будет. Ну вот, и в чате пишут, и сегодня тоже я вам сказал, прислали нам ссылку на то, что нас показали по телевидению. Вот, правда, прислали, я увидел прям непосредственно перед эфиром и не смог пока выяснить по какому каналу, хотя, ну, есть предположения, но я сейчас выясню и завтра тогда точно скажу. Там ситуация забавная, сказали про нас, вернее, вас показали фрагмент нашей передачи и показали в положительном ключе касательно Курил, ситуации с Японией и с Курилами. То есть обсуждается, я так понимаю, какая-то программа обсуждала, возможно ли, что там Курилы перейдут, ну, там не только про Курилы, там про Китай, по-моему, тоже, хотя я, еще раз говорю, я там фрагментарно смотрел. И вот приводят ваши слова, что, в общем-то, фактически Курилы уже отданы Японии, потому что, ну, что такое право собственности, вы говорите, на землю, потому что, ну, там, кто может ей пользоваться и так далее. То есть фактически Курилы уже находятся в Японии. То есть вот в очередной раз сегодня нас упомянули по телевидению, пускай там фрагментарно, я думаю, что в скором времени это будет набирать все большие обороты. Надеюсь. Я на это надеюсь. Хунтой может и не быть, но лайкнуть Мальцева обязан. Передай привет Кировограду, Волгодонску, передаю, передаю привет. Спрашивают, кто будет следующим главным врагом России во внешней политике. Бендеровцы были, американцы были, турки были, ИГИЛЬ был, Гейропа, кто у нас еще остался? Индия? Ну, не знаю, кто там, кто, знаешь, кто в Вове всадит нож в спину. У него там вся спина в ножах, кто-то должен ему всадить нож в спину. Ну, тут вариантов несколько всего. Может быть, Прибалтика легко, понимаешь? Да, запросто. Если там какие-то будут всаживания ножей со стороны Ирана, они могут вдруг встать тоже внезапно, да? Ну, если с турками, по логике, с турками дружат, то должны с кем-то ссориться. Ну, не знаю, посмотрим. Это же у Вовы в голове все это происходит. Там что-то. Ну, кого-то, конечно, в главные враги найдут, потому что они не могут без врагов. Им обязательно нужны какие-то эти украфашисты, там, я не знаю. Может, они с какими-то абстрактными фашистами будут бороться. Казахи. А? Казахи. Почему казахи? Ну, тоже фашисты. Во-первых, потому что это красиво. Ну, ладно. Нет, ну, мы же видим, что там сейчас под Назарбаевым-то шатается стул. Ну, да. И федеральные СМИ уже об этом поговоривают так пока аккуратненько, так же, как про Майдан аккуратненько сначала говорили. И кто его знает, как там ситуация будет развиваться, и вполне возможно, что если будет по околоукраинскому сценарию развиваться, то не исключено, что и последствия будут. Мне кажется, наиболее вероятно, это с Ираном как раз, потому что, ну, Иран даже не особо сильно скрывает, что они с Вовой небольшие друзья. Ну, не знаю, посмотрим тут, в общем-то. А мне нравится вариант с Индией. Да вот кто-нибудь когда-нибудь слышал про какие-нибудь конфликты Индии? Индийские фашисты. Нет, индийские фашисты представляют. Да, у нас даже шкапунной границы с Индией нет, чтобы устроить рок-н-ролл. Здесь все-таки нужна какая-то хоть маломальская сухопутная граница. Нет, ну, зато они ядерная держава. Просто Индия, это достаточно развитая страна с ядерным, значит, боезапасом. И при этом, ну, вот хоть кто-нибудь слышал про какие-нибудь внешние терки Индии хоть с кем-нибудь? С Китаем. С Китаем? Да. Я, например, не знаю. Постоянно с Китаем и с Пакистаном. А как же, с Пакистаном даже воевали. Ну, Пакистан, потому что это часть Индии была. То есть, это такой же индийский народ, только мусульманский. То есть, вот один народ, разные вероисповедания, вот к чему приводит. И поэтому с Пакистаном они вечные враги, поэтому они и имеют ядерное оружие вместе с Пакистаном. Да, те тоже имеют ядерное оружие. И Китай, конечно. Ну, Индия, не знаю. В Индии Путин денежку приносит. С ними ругаться себе дороже. Ну, турки тоже приносили денег. Ну, да. Логично. Так, ну что, тогда мы вот покажем фотку. Вот такая фотка интересная. 5-го, 11-го, 17-го года нам прислали. Очень хорошая. То есть, делайте такие фотки. Мы будем показывать. Спасибо, что вы нас смотрите. До новой исторической эпохи сколько осталось? 493 дня. И один час. До свидания. До свидания.